всем доброго времени суток вы на канале ну что свяжем я оля и рада приветствовать всех гостей на своем канале новичков заходите не стесняйтесь гулять и по каналу смотрите видео обязательно заглядывать и в плейлисты узоров уже очень много поэтому они собраны в плейлисты для вашего удобства узоры разные простые средние сложности сложные ажурные для шали для палантинов просто в качестве образцов для ваших идей дальше вы уже придумаете сами где их применить я надеюсь видео понравится и вы поставите лайки ставите свои комментарии обязательно нажимайте подписаться не потерять канал и на колокольчик чтобы узнать когда выйдет новое видео на канале своим постоянным зрителям своим подписчикам подписчицам мастерам мастерицам отдельный привет слова благодарности спасибо вам огромного большая группа поддержки разные города разные страны очень приятно спасибо вам огромное за теплые слова за вашу фантазию за ваши идеи я к вам с новым узорчиком смотрите сегодня нас это будут ниточки alize superlana classic возможно с вами уже работал с такими ниточками да я работала другая расцветка была я работала спицами то есть я смотрела как наложиться ниточка на эти тоже секционного окрашивания понравилось теперь хочу крючком сразу скажу что я в принципе планирую данный узорчик использовать для снуда потому что я вязала снуд мне кажется будет интересно в снуде я не думаю что будет интересно смотреться в ажурном узорчики поэтому должен быть взор плотный так мы с вами попробуем сегодня такой узорчик и так новички смотрите кто еще не работать это ниточкой что это за ниточка 75 процентов акрил 25 процентов шерсть это ближе от осенне-зимний вариант далее метраж 100 грамм 280 метров однозначно этих метров не хватит если вы будете вязать снуд если это будет детский это будет на один оборот возможно да я буду вязать на два оборота планировать планирую сегодня сижу только один образец и что говорят о поводу крючка что берите от троечки до четверочки эти возьмем троечку уж если будет плотный то плотный да то есть вы помните что чем меньше крючок тем плотнее вязание если крючок больше то вязание более такое воздушное рыхло мы будем делать плотно и так вы знаете кто до нужен на моем канале что я делаю небольшие образцы буквально в районе 30 петелек но в силу того что у нас сегодня . чуть потоньше до крючок тоже чуть потоньше давайте сделаем мы сегодня в районе 41 петельки то есть у нас должен быть узорчик кратный двум так и чтобы красиво закончился вот я потому что буду взять прямоугольник да я наберу кратное 2 плюс 1 если вы будете набирать длинный 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 такой вот ну да то естественно вы будете соединять потом цепочку и вас просто должен быть кратное двум и все понятно и так делаем все как всегда петелька фиксации так мы ее при наборе не считаем а теперь в моем случае будет 41 воздушная петля поехали раз два три вот будущий образец что делаем дальше дальше мы с вами делаем 3 петельки подъема 1 2 3 отсчитываем пятую петельку от крючка 1 2 3 4 5 и делаем накид и в пятую петельку провязываем столбик с накидом есть вы и 3 петельки которые мы провязывали это нас имитация столбика то есть у нас сейчас получается уже два столбика 1 2 и дальше следующую петельку провязываем точно такой же столбик и следующую петельку аккуратненько провязываем точно такой же столбик и так далее и так далее до конца ряда сколько вы набирали петелек только должно получиться у вас столбиков то есть моем случае 41 петелька 41 столбик и помните да что первый ряд первый ряд он за набирается немножко чуть подольше чем все остальные ряды поэтому не тушуйтесь не переживайте тихонечко мне таки на набираем аккуратненько давайте встретимся в конце ряда провяжите до конца и здесь его встречаю получилась такая красота дорожка змейка как мы и назовем что делаем дальше дальше делаем 3 петельки подъема 1 2 3 поворот и смотрите внимательно следующий столбик вот этот вот столбик мы привяжем рельефным лицевым столбиком с накидом то есть накид вели крючок за столбик вот таким вот образом чтобы столбик перед крючком вытягиваем ниточку и провязываем как обычный столбик то есть две петельки 2 петельки есть это рельефный лицевой столбик с накидом следующий делаем рельефный изнаночный столбик с накидом накид вот таким вот образом сделали крючок то есть впереди крючок да а за и за крючком столбик вытягиваем 5 ниточку и провязываем 2 петельки 2 петельки вот таким вот образом мы с вами вот точно так же и кто вязал да кто видел провязывали резиночку для юбочки помните нет если не помните гляньте посмотрите очень красиво получается накид следующий столбик до 3 столбик провязываем рельефным лицевым столбиком точно так же как в наш первый вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки 2 2 следующий рельефный изнаночный то есть столбик за крючком вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки 2 петельки накид следующий столбик рельефный лицевой то есть столбик перед крючком провязываем 2 петельки 2 следующий рельефный изнаночный и вот таким образом вы чередуете вот спицами же и вяжите до резинки вот лицевые изнаночные то же самое и здесь получается то есть у вас вы такие вот полосочки появляются вертикальные столбики за счет этих рельефов конечно узорчик получается сам по себе количество петелек да то есть на 41 петелька то есть начале у нас будет вами длинный такой образец а потом за счет этого на вас немножечко у нас с вами судится как вот в резиночке все и так далее в общем смотрите вяжите рельефный лицевой рельефный изнаночный видите как красиво получается вот и так вяжите видите на растягивается так вот резиночка так вяжите до конца ряда если что перематывайте на период да кто еще не умеет рельефные вязать столбики и смотрим рельефный лицевой рельефный изнаночный рельефный лицевой рельефный изнаночный рельефный лицевой или изнаночный вот он и кратное 2 понятно все давайте до конца ряда самостоятельно в конце ряда я вас встречаю посмотрите как получается очень необычно выглядит со стороны на ощупь очень прикольно Резиночка Посмотрите Связали в шахматном порядке Лицевая и изнаночная Лицевая и изнаночная Я провязала лицевой столбик Рельефный лицевой А дальше у меня остаются 3 петельки подъема И я их просто провязываю обычным Третью петельку подъема Я захожу и провязываю обычным столбиком Ничего такого Есть Далее 3 петельки подъема 1,2,3 Поворот а теперь здесь вот будьте внимательны если мы хотим сохранить точно такой же узорчик да он классный такой рельефный узорчик то мы с вами будем повторять все что у нас находится в нижестоящем ряду внимательно смотрите видите следующий столбик мы его как бы не видим да значит это рельефный изнаночный будет мы его провязываем точно также рельефным изнаночным то есть нас столбик находится за крючком и так вытягиваем ниточку и провязываем как обычный столбик 2 петельки 2 петельки следующий столбик смотрите видите на нас смотрят на лицо рельефный лицевой провязываем рельефным лицевым вот так вот провели крючок что нас в столбик находится перед крючком вытянули ниточки и провязываем 2 петельки 2 петельки следующий получается рельефный изнаночный и мы провязываем его рельефным изнаночным принцип понятен да следующий получается столбик у нас с будет рельефный лицевой мы его провязываем рельефным лицевым и вот так вот повторяем отрабатываем вязание рельефных столбиков с накидом гляньте и у вас такая полосочка длине еще давайте до конца ряда самостоятельно конца ряда я вас встречу посмотрим что получается смотрите какая прелесть получается необычная и смотрите последний столбик получается предпоследнее провязала лицевым изнаночным самую последнюю получается столбик вот эти три петельки подъема провяжем обычным столбиком если когда мы будем с вами по кругу то мы будем это все дело соединять и поэтому у нас будет просто переходить лицевая изнаночная лицевая значит лицевая значит здесь пусть будет такая вот кромочная 3 петельки подъема опять поворот и смотрите здесь теперь все зависит вашей фантазии вы можете сделать полосочку еще шире вы можете на этом остановиться давайте я провяжу еще так скажем 2 рядочка у нас получается сейчас вместе с первым с наборным рядом три ряда до получается 1 2 3 . немножко узенькие насчет того что они рельефные вот это у нас три ряда давайте еще парочку провяжем и встретимся посмотрим что получится договорились а дальше потом будем продолжать немножечко поменяем узорчик так что давайте смотрите вот и провязала еще дополнительно два рядочка виде как получается очень красиво мне по крайней мере нравится и смотрите вы можете взять на заметочку себе кто еще не знал данным узорчиком меня рельеф на лицевые изнаночные очень хорошо взять резиночки это юбочки это манжетики до горловинка эти очень классно вообще безумно классно на ощупь вообще обалденная так не отвлекаемся до смотрим дальше например допустим мы решили что нам этой скажем ну такого количества столбиков хватит до такой рядочка рядочков и так 3 петельки подъема раз-два-три поворот а теперь теперь полностью все столбики начиная с 1 заканчивая последним мы будем провязывать вами рельефными лицевыми столбиками с накидом вы потом увидите со стороны лицевых лицевых так и смотрите берем изнаночную тоже провязываем лицевой со стороны лицевых это будет одна картина столбиков а на обратной стороне это будет другая картина я вам покажу обязательно и вот так вот провязываем все все столбики неважно лицевой он был столбик либо он был изнаночный столбик да мы все берем лицевыми и вот так вот провязываем на будущее если вам удобнее вязать от не виду удобнее вязать лицевыми то есть получается у нас с обратной стороны будут все такие правильные изнаночные то есть у нас будет вот такая вот формироваться горизонтальная полоска нам необходимо вот эту горизонтальную полоску если у вас с подручнее вам вязать изнаночные петли вяжите этот ряд изнаночным ничего сложного просто перевернете все понятно все давайте до конца ряда рельефные в моем случае лицевые будут да вы вяжите теми какими вам удобно вы потом поймете что это не принципиально это неважно все и вот так вот аккуратненько не торопясь провязывайте все 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 еще раз повторюсь все петли рельефными лицевыми вот так вот у вас будет ровно и так скажем полотно но рельефная другой стороны у вас будет формироваться вот такие полосочки все давайте до конца ряда в конце ряда я встречаю так смотрите провязали весь ряд лицевыми рельефными столбиками что делаем дальше 3 петельки подъема раз два три поворот гляньте какая красота ведь какая полосочка давайте сделаем точно такую полосочку еще одну но для этого нам весь ряд необходимо будет вязать рельефными изнаночными понятно и так накид то есть берем любой до получается но как любой по порядку столбик то есть все столбики мы будем провязывать рельефными изнаночными и так взяли столбик таким образом что столбик у нас сзади за крючком аккуратненько вытягиваем ниточку и провязываем как обычный столбик с накид следующий столбик берем третий столбик точно также столбик у нас за крючком вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки 2 петельки следующий столбик точно также рельефный изнаночный столбик с накидом вот и так далее и так далее набиваем руку да как вязать рельефные лицевые рельефные изнаночные все данный ряд у нас будет весь рельефный изнаночный то есть в нашем случае да как бы в моем случае я хочу добиться того чтобы это были полосочки то есть это уже есть они ряд полосочки горизонтальной есть второй ряд полосочки горизонтальной все и так вот до конца ряда давайте да в конце ряда я вас встречу видите если посмотреть на эту сторону полосочки есть как мы и договаривались здесь просто ровненько но не просто ровненько выйти как красивенько за счет рельефности все давайте до конца ряда самостоятельно формируем вторую полоску в конце ряда я вас встречаю гляньте какая красота и ступенечки до получается очень интересно итак последний столбик мы как и договаривались в нашем случае да то есть раз мы не по кругу вяжем то мы заканчиваем нашу кромочные так скажем столбики обычными кромочными ну вот назовем их так как в вязание спицами дальше 3 петельки подъема и я хочу сделать еще такую же полосочку вы можете остановиться на этом а можете сделать еще одну вот например давайте я еще сделаю две такие же полосочки то есть я этот ряд провяжу рельефными лицевыми поняли да то есть у нас будет полосочка сзади как я и хочу это я провязываю этот ряд рельефными лицевыми столбиками с накидом а следующий ряд я буду провязывать рельефными изнаночными то есть вы либо повторяйте за мной до либо делайте больше чем я таких же рядочков либо делайте меньше то есть на ваше усмотрение то есть я покажу вам принцип а вы делаете дальше сами смотрите и так данный ряд и провязываю рельефными лицевыми следующий ряд провяжу рельефными изнаночными хорошо и покажу вам договорились если повторяете за мноту давайте встретимся через два ряда этот следующий и встретимся и так гляньте вот я провязала еще два рядочка до лицевой и изнаночной допустим предположим что мне хватит этих полосочек то есть вы можете вязать сколько угодно точно так же как и в этом ряду можете больше можете меньше точно также и здесь можете больше можете меньше смотрите как выглядит одна сторона на вся 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 ровненькая а теперь мы с вами переключимся опять вот на такую резиночку сделали 3 петельки подъема раз два три гляньте как ниточка переходит цвета и здесь на ваше усмотрение да вот я могу посмотреть вниз вместе получается ли лицевые были рельефные значит я здесь делаю рельефный лицевой ничего такого раз следующий будет рельефный изнаночный далее 5 рельефный лицевой вы можете с лицевого начать можете с изнаночного начать то есть смотрите по своему узорчик у какая у вас какой у вас столбик стоит такие у вас такого начинаете да все и опять шахматном порядке то есть ну как не шахматом вернее правильно сказать да то есть очередуете рельефный лицевой рельефный изнаночный рельефный лицевой рельефно-изнаночный договорились давайте до конца ряда посмотрим что получится получится классно темненько тут как бы не видно дальше будет . меняться посмотрим что получается давайте встретимся в конце ряда первый рядочек закончила до лицевая изнаночная лицевая значит не поменялось значит продолжаем дальше чтобы показать эффект и так 3 петельки подъема 1 2 3 поворот и здесь мы сами провязываем ровно так как у нас есть предыдущий ряд то есть если у меня здесь предыдущий ряд рельефный я вижу что изнаночный я его точно так же как самом начале до показывала провязываю рельефным изнаночным то есть вот такую же вот такую же резиночку провязываю и так рельефный изнаночный и опять вот такие вот рядочки до когда рельефные лицевые над рельефным лицевым изнаночных изнаночную вы можете провязывать сколько угодно рядов сколько вашей душе угодно и вот так далее и получается у вас ваш узорчик общий будет складываться из чего из того чтобы вы вначале делать резиночку а потом провязываете несколько рядов либо рельефными лицевыми либо рельефными изнаночной потом 5 резиночка потом опять рельефные лицевые либо изнаночные то есть такие полосочки резинка полосочки резинка полосочки резинка полосочки на ту самую ширину которую вы хотите да ну естественно длину которая тоже вы захотите давайте провяжу несколько рядочков и встретимся через и коридочка что все-таки получается хочется увидеть смену цвета так смотрите вязала 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 до тех пор пока закончится наконец-то темно-серый цвет до еле еле закончился и так провязала еще пару рядочков рельефными изнаночными да но рельефный лицевой изнаночной и так далее опять начала резиночку в общем суть в чем смотрите вот таким вот образом вы можете чередовать резинка вот эти рельефные либо лицевые одни да там резинка например рельефные лицевые одни так далее резинка то нужного ширины который вам необходимо если вы оставите этот узорчик например для снуда либо например например может быть это у вас будет уже ширина да и вы будете наоборот взять в длину понятно другая сторона выглядит может быть это вам больше понравится сторона видите здесь как бы ровненько полосочка такая вот будет у вас и опять резиночка вот либо здесь резиночка и вот такие вот полосочки либо не вас будут вертикальные либо не вас будут горизонтальные тут уже смотрите как вам нравится единственно что я хочу сказать девчата не берите тройку троечка до цвета ниточкой но очень плотно как по мне мне кажется очень плотно возможно в очень холодную зиму это будет класс да но я бы в следующий раз когда да если вот буду вязать я буду за четверочкой во первых сам по себе узорчик очень плотно так и крючок получается маленький то есть надо брать вот именно для этого узорчика именно четверочку если был бы узорчик какой-то ажурный наверное троечка бы справилась вполне и так давайте замерим сорок одну воздушную петельку я набирала сколько это будет то есть если в самом начале помните да я как сделала сорок одну петельку то на весь экран да была полосочка ведь как он сузился за счет резиночки вот этой вот ну смотрите 19 сантиметров до плюс-минус там как бы 18 хвостиком 19 сантиметров а здесь получается несколько порядочков раз я соображу раз два три 4 5 потом пошли раз два три 4 наверное раз два три 4 5 тяжело считать 1 2 тут точно ну пусть это будет сколько ну рядочков 15 наверное ну что очень сложно конечно мне сейчас на данный момент быстрее к вам просчитать но около 12 12 с половиной сантиметров в общем суть в чем либо это у вас будет ширину да а это будет в длину расти и опять же как вот по мне как по мне я бы сделала в длину до данный узорчик чтобы вот этот вот серая ниточка ушла далеко 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 да то есть чтобы именно длинные так скажем были переходы а вот так вот ждешь 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 ну кому как в общем девчата ребята мастера мастерицы вот вам узорчик в копилочку просто рельефные столбики и вот такая красота получается тут все зависит от вашей фантазии сколько необходимо пряжи непосредственно для того или иного шарфика снуда я вам не скажу единственное что был моток целый осталось с него вот столичка я понимаю что на снуд если он будет 130 сантиметров даже двух мотков даже трех не хватит а еще зависит от того какая ширина будет мотка 45 однозначно то есть это будет такой конкретный снудище а возможно будет у вас в один оборот них два как ехать планирую то есть надо вязать мастера мастерицы надо вязать свой образец считать сколько в длину сколько ширину какая у вас площадь сколько у вас пошло пряжи очень толстый он очень толстый получается очень такой конкретный жгут на конкретную такую зиму вот вот надеюсь видео вам понравилось вы оставите надеюсь свои лайки если напишите свои комментарии не забудьте подписаться до этого еще не сделал и естественно нажимайте на колокольчик чтобы знать когда выйдет новое видео в комментариях напишите работали ли вы с этой ниточкой как она себя ведет понравилось ли вам к спицами крючком мне тоже это интересно и не забывайте делиться своими друзьями своими подружками под видео находится стрелочка делиться до нажимайте на нее делитесь разницу от сетях заранее спасибо вам большое и спасибо что досмотрели видео до конца до новых видео всем пока пока